Другой урок, который Всевышний Аллах нам преподает в этот месяц, это урок умеренности в потреблении пищи. Буквально день назад я прочитал одно исследование ученого, американца, который вообще он там не об исламе рассказывал. Он рассказывает о том, о количестве распространенности раковых заболеваний по всему миру. Почему? На первом месте Австралия. 360 больных онкологией на 100 тысяч человек, на 100 тысяч населения. Потом идут 300 чем-то других, Канада, Америка. Цифра не уменьшается от 300 на 100 тысяч населения. И этот ученый переходит плавно к восточным странам, мусульманским странам, приводит в Саудовскую Аравию, там 110 человек на 100 тысяч населения. Аман и другие, Катар, везде 150 максимум, 110-120. В чем секрет того, что именно у этих людей раковые заболевания ровно наполовину меньше? Он говорит, Рамадан, говорит. Потому что мусульмане в течение месяца Рамадан голодают. Они тем самым уменьшают интенсивность развития раковых клеток. И у них самый низкий показатель по раковым заболеваниям. Субханаллах. Мы же видим, месяц Рамадан нас спасает. И он, знаете, что дальше сказал? Я еще раз подчеркиваю, это был ролик не об исламе. Он говорит, эти мусульмане, для них и 100, и 150, и 110 тоже большая цифра. Все они портят своим разговением. Если бы они разговлялись и питались бы в течение месяца Рамадан так же, как питался и разговлялся их посланник, их пророк, то этой цифры бы тоже не было, говорит этот врач. Поэтому, если мы будем питаться так, как питался посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, а как он питался? Он вообще не ел. Как он ел? Он перекусывал только. И он говорил, Сыну Адама достаточны, говорит посланник Аллаха, ломтики, перекусы, которые выпрямляют его спинной хребет. К сожалению, мы очень падкие на рекламу и торопимся покупать, находясь у нас в селах. Мы очень любим, чтобы в наши села привозили всякие цветные упаковки, не обрабатываем свою землю, не выращиваем чистые дары создателя, в которых нет яда, чтобы ими питаться и оставаться здоровыми. Мы покупаем все то, что по сути, по-настоящему нельзя назвать едой. Одним из главных правил в рационе посланника Аллаха было то, что он никогда досыта в жизни не поел. Никогда досыта в жизни не поел. И посланник Аллаха принимал различные подарки. Принимал подарки от язычников даже он принимал. Коптский правитель прислал посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, следующие подарки. Одним из подарков были наложницы, лошади и лекарь. Посланник Аллаха принял все остальное, а от лекаря он отказался и сказал, Мы община, говорит посланник Аллаха, которая не ест, пока не проголодается. А когда мы едим, мы едим досыта. И мы не нуждаемся в лекаре. Эти слова, в Аллахе, субханаллах, это вся наука современная заключена вот в этих словах. Эти слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, это суть научных диссертаций докторов наук. Наука что говорит? Сегодня наука пропагандирует и показывает чудеса исцеления от интервального голода. И мы, мусульмане, некоторые пропрактикуют интервальный голод, позабыв, что это же сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Поэтому, дорогие братья, месяц Рамадан, как принято, превращает мусульмане в месяц трапез. Именно в месяц Рамадан покупаются все сладости, покупаются обильные продукты питания. Женщинам не до Рамадана бывает, потому что после обеда все женщины должны пропадать на кухне, готовить как можно больше пищи. Для них это не месяц Рамадан, для них это месяц кухни. И для нас, многих, это месяц трапез и чревоугодия. Так не должно быть. Давайте вернемся к сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Это позабытая сунна пророка. Умеренность в потреблении пищи – это позабытая, брошенная сунна пророка. Как только вы ровно на 50% уменьшите свой рацион, рацион должен быть богат полезными вещами, но не количеством и объемом. И мы не будем болеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok